Американцы из 528 Customs В 3 тоже есть небольшой сюрприз. Вдобавок к самому атомайзеру и набору запасных деталей вы получаете дополнительный купол из пластика Altem, менее греющийся альтернативы Делрину. К сожалению, отвертки в комплекте нет. Она бы пригодилась, потому что в Goon LP поменялось все, включая и базу. Прижимные пластины съехали на бок и фиксируются ну очень маленькими крестовыми винтами, а подходящую отвертку придется поискать дома. Если оригинальный Goon был идеален для койлбилдеров и прочих любителей извращенных спиралей, то LP им не подойдет. Места на базе очень мало. Стандартная клаучейсерская намотка из 5 витков 0.8 нехрома диаметром 3 мм влезает впритык. Да и вообще, чтобы привыкнуть к этой деке, поначалу придется немного пострадать. Полностью изменился и внешний вид. LP, low profile, низкопрофильный. Отсюда и максимально компактные размеры. Спирали теперь обдуваются через сплошную полосу, которую можно легко регулировать поворотом топкэпа. 810 слот на месте, поэтому вся ваша коллекция цветных дриптипов не будет простаивать на полке. Однако исчезла возможность настройки обдува под одну спираль. Впрочем, кто вообще в наше время и пользуется? Goon LP имеет множество вариантов расцветок. Начинает голой латуни и заканчивая матовой черной. В комплекте идет желтый дриптип из золотом пластика, но если поставить обычный черный и насадить LP на черный мод, одним словом, красотища. Первые 5 минут. Дрипка очень любит собирать конденсат. На рингах базы, топкэпа и под дриптипом. Проблема в том, что очистить черный матовый корпус можно только спиртовой салфеткой. От обычной остаются лишь трудновыводимые разводы. Впрочем, с постоянными лужами жижи помогает смириться потрясающая, невероятная, зубодробительная вкусопередача Goon LP. Эта дрипка не только в разы вкуснее оригинального Goon, но и, не побоимся этого сравнения, находится на уровне эталонной Петри. Даже на простом клаучейсерском микрокойле из 0.8-го нихрома любая жидкость звучит глубоко и подробно. Еще бы колодец для жижи побольше, и было бы идеально. 528 Customs проделали огромную работу, но главный вопрос таков, стоит ли обновляться с обычного Goon на LP-версию? 100% да, если вам не хватало вкуса, но при этом вы не мотаете дикие спирали, не используете последовательные мехбоксы, или же просто готовы смириться с небольшим рабочим пространством базы и меньшей вместимостью жидкости. Ну и еще Goon LP любит плеваться раскаленной жидкостью в рот, но это уже зависит от намотки и мощности. Поэтому покупаем LP, ставим туда небольшие фьюзды и наслаждаемся потрясающе вкусными длинными затяжками на мощностях до 100 Вт. Мы благодарим Вейпхаус за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помните, низким дрипком низкий Ом!